Игорь Николаевич, сегодня за звонаря. Егор, ты что там, последний? У меня рука. Так быстрее хватай их. Ох, у меня. Игорь Николаевич, сегодня за звонаря. Объявляю, работа с бульдетаристом закончена. Как он приехал в воскресенье, сегодня четверг, 10 дней. Подвели итог. 81 час, по-какому, он работал. Все намеченное было сделано, не так, как хотели. Ну, я подсказывал, где он делал. Не так было такое, сегодня дерево. Он пытается столкнуть, а дерево не одно, а три срослись вместе. И он бьет, бьет в него. Ну, видно, теленок бодался, говорит, с дубом, как с ложенистым писал. Я подсказываю, ты отсюда бери, а потом вот так вот. Потом постепенно, корешки отобнуться. Никак бьет, он, наверное, раз в 50 стукнулся. И делает много времени потерянное. А я плащу за каждый час. Спросить, зачем делаешь, еще я сам не знаю. Но я ничего не говорил, просто молился и все равно он потом сделал так, как я говорил. Я не буду дизелиться, я просто знаю метод корчевки. Он раз, два, три толкнул, а на корни пустила. И пустила далеко. И вот этому. Ну, сделали. Теперь у нас там бедла первая, которая упала у колодца. Он вытернул. И она выдергивает. Он выдергивает. Да там бы яблони были. Ну, диаметр 20 см, даже меньше. И яблони чуть ли не полметра глубины вытаскивают, когда за ним земля идет. Корни обрубить там или что сделать, я не знаю. И землю возвратить. Я для того это сделал, что когда у нас они там косят, чтобы больше был покос. Прошел по Минаево, где-то надерживался именно этот переулок. И он там выдрал. И везде такие ямы. Надо потом выбрать время. Когда, я не знаю. Топором пойти и что-то обрубить. Земля лопатой сдвинуть на место. Расширить покос. Оно дерево в стороне, и он все время объезжает. Вот так вот. Вот сейчас мы поставили, как будто бы все нормально. Разгладил. А глину там бросал в воду. А под ним там вода осталась. А он послал сейчас большая машина СК. Семьсот или какая. И он сразу продавил им. На дыбы вся наша работа встала. Ничего подобного. Сейчас рассказываю. Ее скрыть. Раз оно встало на дыбы. И там откроется, что вода. А теперь туда набросать кирпича. Столпушка. Теперь закрыть опять глиной. И все. Может еще не надо. Я заказал на завтра песка. Заказал. Я менял то ли 4, то ли 5. А сейчас подумал, а мне дальше надо 6. Придется еще раз беспокоить Женю Долгого. Завтра я очень нужен. Завтра утром мы едем туда на канал. Который завезли. Они против, чтобы поднимать воду. Я подниму на полметра. На полметра, чтобы можно было запускать рыбу. Один год. А годами рыба жила. И там открытой. Открыли. Прорубать провод. Где не брать. Я-то подышала. Рухать. А тут она задыхается. Прорубает. Скорее в горшок. И ничего никогда не бурят. Так не делается. С вечера сегодня приготовьте. Роман подъедет к 6.30 уже на машине. Значит, я еду туда. Значит, Володя, Никита. Владимир, поедешь с нами? Вон, Владимира спрашиваю. Юрьевича. Могу поехать. Всего? Можно поехать. Ну, это да, 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 сколько будем. Мне нужно, чтобы я на контроле держал Сергей. И все знали, что Сергей знает меня выразить. Потому что приедут за расчетом за бульдозер, начальник. И приедут, куда валить. Мне надо быстро там поправиться и вернуться, чтобы за мной Сергей приехал и меня забрал. Чтобы с часов 9 я уже был здесь. А, там выйдем. Там работы не так много. Но надо знать, что делать. Он берег столкнул. Весь берег, который был, высокой. Ну, высота берега там 2 метра где-то. Он его столкнул туда. И вода хлынула там, туда-сюда. И перекрылась. Мы дальше даже сваи. Хотя бы штук 15. Вроде 20. Может даже вернуть назад. Кувалду. Ну, еще, еще нужно там. Обязательно бензопилу с заправкой. Своего возьми. Протравливающим. Все это нужно. А думай, что для этого требуется. Свая кладете. У нас везет. Батюшки там договорились. Здесь все набрали. Обязательно топор возьми. Топор. У меня нож есть с собой. Ну, будет ли он там, это теперь у меня другое расписание. Надо будет разрезать там, где нитки. Скрыть. Батюшка отдает там где-то. И наложить больше. Если что-то останется. Ну, останется там. То сбросит на первом мостике где-то спрятать. Машина там глохнет. Не может. Все сделать надо быстро. Вода прибывает. Прибывает. Да и мне некогда. Я тороплюсь. А там происходит как будто бы. Последний день. Просил бы, господи, позволь мне это сделать. Если я не буду делать, они не знают дальше, что делать. Даже вот эту дорогу на счете делать. Глаза. Кто там против. Сейчас я надо выше сделать. Мешает. И уже сделали выше. Уже все у нас валиком было. Как на всю дороге. Пришлось убрать. И мы раздадили нам свою дорогу. Но теперь это сделаем такая, чтобы она песчана. Это как тротуар оставили. На ходу приходится меняться. Смотрите, как Абсалук это показывает. Где глины? Игнатий все глину истратил. Я говорю, она моя глина. В 91-м году я нанял два бульдозера американских. Они приходили сюда, работали. Павел помог, 100 рублей дал. А остальные мои расходы, моя глина. Ну, я ей там полой говорю еще. Это я смехом говорю. Так. На смешку. Я начальник глины. Смешно даже. Батюшка, а куда корни нибудь? А корни вот такой вот высоты торчат. Пни. Я говорю, мои пни. Это три богатыря. Я поставил в ряд их, они стоят, чтобы никто далеко. Пьяный не ездит. Пьяный-то здесь. И он не убьется. Она спружинит, назад его отбросит. Он проснется, жена рядом стоит. Увидит папа отпевающего. Ты осмелись? А корни-то упругие, вот так вот. И подтащил, он сделал как надо. Бруседеристам остались хорошо. Арсеньев, Арсентьев, Арсеньев. Виктор Михайлович. Вот он мне дает документ, что я отработал, сколько. Я все подсчетно каждый день сделал. Присутствие Романа. Роман расписался. И бумажку ему это отдал. Я расписался. Завтра я должен отдать еще. Видимо, 140 тысяч. 21 отдал. Понятно, для меня это 6500 пенсия. Потому что у меня нет нигде. Это бог. А кто дал? Бог. Мой бог, всемогущий создатель. Я не могу назвать людей. Я не знаю, кто это сделал. Я пришел, а деньги лежат. Первую книгу выкупать. Зашел человек, вы хотели книгу. Я говорю, выкупать, а я не могу. Это книга, первая стихия. Я вам деньги дам в одно условие, чтобы никто не знал, что я к вам приходил. Он не один предприниматель там. Ну, богатый живет. Я не говорю. Книга, стихия. Так это стихии там. У кого было-то? Дальше у меня пошли миллионы. 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 Все понимают, кто финансирует, кто Бог. Он богатый. Бог в корне стоит. Бог гатый. Он вечный. И Бог дает. И притом такие чудеса. Вот мы на священнике однажды ночевали двое. Я говорю, завтра книгу предоплату сделала. Сейчас надо еще 65 тысяч. А где? Дар Божий. Дар Божий. Вот, видишь. И помолились, где-то спать. Среди ночи сходят. Сакрам это. Это у вас церковь Климента Анфирского? Я говорю, нет. Это лагерь. А у нас Климент дядя умер. Говорят, молитва. Лучше приходить там, где храм в честь Климента. На утро уже в основном идем, пойди получай деньги. Но я ни рубля не взял, я получил, батюшке отдал. Это твои знакомые. Я знаю, мне Бог с другой стороны пошлет. Откуда? А вот этого я сказать не могу. Не знаю. И вот сейчас сказать, что у тебя сегодня все сделано. Сейчас на платину уже вкорчено. Везде заговорили, что путь открыли. Они не могут сделать. Мы сделали. И мешали, что поломка. Два дня дождь. И с этих дней-то убирай. Почти два дня дождь. И из-за поломки два дня получается. И все сделали. Посмотри, какая гора теперь, где жила Наталья Чарнова. Как освободилось-то все. Вот чем этот человек интересен. Я что-то дорогой просто так скажу ему. Он мгновенно это ухватывает. Вот. Прям мгновенно. Я сказал, пень этот потом на этот, который спихнули. И вот сюда. Я сказал, когда все сделаем тогда. Никаких. Он бросил свою работу туда. Я его как будто смеются, зазомбировал. Вот еще не скажу. Я все рассказываю это. Это смешно. Зазомбировал. Это уважение. У него главные часы, что он делает работу. А я за ним хожу, как грач. Когда пашут там черви где-то. Я корень салутки собираю. Гришон сигнал дает. У него там сигнал дается. А он посигналил. Выскочил из кабины. Перед ним уже заваливают корешки. Схватило ко мне здесь. Смешно это даже. Шопер бросил все. И выскочил, чтобы взять. Такая техника. Это Бог так делает. И отношения его. Ну просто не скажешь так. Как будто. Ну и я к нему старался. Где какую ягодку пойду соберу. Подойду его там подкормить. Побаловать. Гороху там разную. То есть мы как будто бы все время знали друг друга. Были хорошие. Бордозиристы. Каждый год. У меня третий год. А этот как будто бы лучше всех. И все курят. Ну и не видел я ни разу, когда пойду. Ну там у себя в кабинке где-то. Это сегодня закончилось. Я так. Ну еще не закончилось. Я еще завтра и проехать должен туда. А дальше опять дела начнутся. А я больше не просил. На днях мы стоим. Дня два назад. С Игорем Барабашом. И с клюшкой своей баба Серафима Гавриловна Плотникова пошла. Он говорит прощается. То есть ей уже предсказано было, что она умрет. И она теперь идет. Смотрю как она идет. Как она все оглядывает. И она дошла до храма. Березки. Она руку протянула. Маленько достала. Листики пощупала. То ли оторвала. То есть она идет. И прощается как бы с жизнью. А я-то за ней самый старший. Впереди меня она щит. Мне скажут тебе уже помирать пора. Еще себе впереди баба Серафима. Я говорю еще смерть ты сосяла ото стена. Когда родители живые, мы за ними как за щитом. А когда родителей нет, мы открыты всем ветрам. И вот она пошла прощаться. Это Игорь говорит. И я как будто бы прощался. Мне до того нравится порушенное восстановить. Вот разрушенное. Душа такая. Там заключенный. Бывает какой-то. Ну потерянный, потерянный. Я над такими или иными. Неприметно. Не то, что я подошел. Я не трогаю, но я все время держу под контролем. Спрашиваю где, как. Она-то это чувствует и понимает. Голубей посмотрела. Запомнишь. А если бы это было на той голубей? И сейчас там у меня нету. Тогда бы голубя подержала в руках. А тут они высоко. Ну не будешь пугать. Так, садимся за стол. Поводят все собрать. Все здесь сложить. На всякие случаи. Роминдзе. Давай. Даже не верю, что работа окончена. Говорим, Господи, дайте окончить. А когда окончен, еще бы все равно помирать не окончили. Тополи решили не валить, да? А? Тополи решили не валить. Нет, никто не согласился. Никто. А этот начальник тогда согласится, чтобы дверки были открыты. Пусть на него падает, чтобы прятался до бульдоза. То он бульдоза наследовлет в лепешку. Там десяток тонн. Что-то сружим не ставим, ничего нет. Хоть что-то налетит.